здравствуйте дорогие друзья я вас приветствую программе хлеб на каждый день каждый сезон и разнообразность погоды в этом есть почерк божий и в этом есть его благодать но не всегда нам понятное и часто мы на самом деле хотим иметь те дни которые безмятежные которые теплые светлые но в течение года есть очень разные дни и в нашей жизни также разные обстоятельства разные ситуации в которых мы начинаем не всегда быть довольными но мудрость в том чтобы иметь довольство мудрость в том чтобы находить выход из сложившихся обстоятельств мудрость в том чтобы научиться обитать и на земле и во времени в том качестве сердца которое важно богу сейчас в нас обнаружить и мы с вами продолжаем говорить о вере как по потребности в жизни каждого человека эту потребность бог в нас вложил и для того чтобы мы просто знали что она существует а для того чтобы ее восполняли как любую потребность нашего естества и поэтому сегодня мы продолжим говорить по посланию к евреям в 11 главе на каких примерах вера оттачивается в своих гранях на каких примерах мы можем углубляться в суть этого вопроса я напомню что мы с вами остановились на девятом стихе верую обитал он на земле обитованы то есть идет речь об аврааме как на чужой и жил шатрах с исааком и иаковом сонаследниками того же обетования верую мы обитаем как я уже сказала очень в разных обстоятельствах очень в разных сезонах в разные периоды погодных условий условий и мы с вами обитаем то есть живем живем и что-то приобретаем живем и влияем и поэтому сегодня тот же день когда мы можем жить и продолжать влиять обитая на земле причем жил на земле обетования как на чужой то есть с одной стороны она была для него чужая а бог сказал что она твоя и вот как этот парадокс и конфликт выровнять в своем сердце свое мышление и в этом смысле мы с вами имеем несколько параллелей в нашей жизни например есть люди которые сегодня в позиции власти выше чем вы есть те которые более влиятельные чем вы но если вы связаны с небом если тот который посадил нас на небесах во христе иисусе дал нам право использовать или правильно применять его власть то в таком случае власть не у того кто сидит выше троном а властью того кто связан с небом и вот как научиться на земле на которой мы с вами живем сегодня которая является как бы чужой но в то же время бог сказал место куда ступит стопы ног ваших я вам даю а значит мы с вами проходим на разные территории и как важно внутри себя начать переживать если я сюда пришел то эта земля господня эта земля на которой бог хочет что-то сотворить новое и эта земля на которой он хочет утвердить свое основание значит буду ли я проводником этого явления либо остановлюсь просто потому что здесь кто-то уже обосновался и этот кто-то далеко не всегда приносит благо а как правило наоборот потому что есть захватчик есть тот который претендует на землю обетования но не по праву а по дерзости по наглости по лживым обоснованиям и поэтому нам с этим стоит разобраться друзья если на территории собственного дома вы не чувствуете комфорт то значит вы там просто не установили царство божье вы там живете как на чужой когда вам надо обитать там как на земле обещанный богом я хочу чтобы вера в этом плане она стала укрепляться стала практиковаться на том чтобы царство божье пришло в силе не зависимо от того кто сейчас претендует на эту территорию и мы с вами будем молиться чтобы место куда ступит стопы ног ваших сегодня она была отвоёвана для неба она была утверждена в боге и она была изменена в соответствии с той верой который есть в вашем сердце небесный отец я благодарю тебя что мы можем сейчас призывать твою благодать на имеющиеся возможности дня и вера который есть внутри нас я хочу сейчас ее высвободить для того чтобы она стала рабочей действенной творящей преображение в умах сердцах и в атмосфере потому что вера действующая любовью вера которая имеет связь небом я благодарю тебя что мы сегодня именно с такой верой имеем сотрудничество именно с такой верой мы сегодня выстраиваем взаимосвязь и я благословляю каждого из нас обитать на той земле на которой мы сегодня находимся независимо от того кто сегодня вокруг имеет какую позицию но мы распространяем твое царство пришедшие в силе мы распространяем власть мудрости неба и мы принимаем от тебя эти полномочия утвержденными и в духе и в душе и в теле во имя иисуса христа аминь всего доброго друзья до новых встреч обитайте на тех землях где живете до свидания а 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 Субтитры создавал DimaTorzok